Валютные рынки В 10 утра будут представлены данные исследования ZEW в Германии за март. В феврале данные об экономических настроениях были разочаровывающими. Индекс понизился больше, чем ожидалось после достижения отметки в 16,6 пункта в январе. В это же время выйдут данные еврозоны. Предыдущий отчет также был разочаровывающим. В это же время выйдут данные об объемах промышленного производства еврозоны за январь. В декабре объемы производства сократились, сбалансировав то повышение, которое было отмечено в ноябре. Далее в 12.30 будут представлены данные индекса цен производителей в США за февраль. В январе цены производителей существенно выросли. Это было самое значительное месячное повышение цен с 2012 года. В 9.45 выйдут данные о текущем счете Новой Зеландии. В третьем квартале дефицит текущего счета значительно увеличился. Во втором квартале он составил 93 миллиарда. В 11.30 выйдут данные о настроении потребителей в Австралии за март от Westpac MI. В феврале индекс настроения увеличился на 2,3% с отметкой в 97,4 пункта. Несмотря на небольшое повышение индекса, он все еще находится ниже того уровня, который был отмечен в октябре-ноябре. Далее в 12.30 будут представлены данные о продажах автомобилей в Австралии за февраль. Объемы продаж увеличиваются уже на протяжении двух месяцев, но в целом этот показатель остается волатильным в месячном исчислении. И последними в 4.30 выйдут данные об объемах промышленного производства в Японии за январь. По данным предыдущего отчета, объемы производства сократились на 0,8%. Это первое сокращение с середины 2016 года. С вами была Джессика Уокер и вы смотрели экономический календарь на вторник. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях среды. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok